В правительстве Московской области прошел семинар для государственных и муниципальных служащих, а также руководителей национальных общественных объединений на тему международный опыт дотации мигрантов, дети, подростки и их родители. Экспертом выступил старший преподаватель школы социальной работы Тель-Авивского университета Евгений Татарковский. Он один из ведущих мировых ученых по вопросам адаптации иностранных мигрантов. Евгений Татарковский почти 30 лет назад эмигрировал из Советского Союза в Израиль, имея за спиной личный опыт, сегодня занимается миграционными процессами на уровне науки. Свои лекции он читает по всему миру. Проблемы миграции сегодня глобальны, естественно. И с одной стороны, каждая страна и каждая группа эмигрантов уникальны. У всех есть свои уникальные проблемы. С другой стороны, мы как ученые знаем, что есть какие-то общие социально-психологические процессы и если их понять, то будет гораздо проще строить конкретные программы по работе с эмигрантами. Израильская практика работы с эмигрантами и в первую очередь с их детьми. Израильский и мировой опыт в изучении социально-психологических процессов. Этим темам было посвящено первое выступление профессора в правительстве Московской области. Его аудитория – государственные и муниципальные служащие, члены общественных и национальных объединений. Одним словом, все те, для кого вопросы межнациональных отношений – часть постоянной деятельности. Мы должны понимать, что эмигранты будут приезжать сюда, будет все больше людей, которые двигаются туда-обратно, людей с двойным гражданством. Для этого нужен межкультурный диалог. Мы не умеем его вести сегодня, и нет литературы, которая достаточно наработана, которая говорит, как это делать. Нам нужно вместе разрабатывать, как вести межкультурный диалог. После лекции иностранного профессора о своих успешных практиках в области работы с эмигрантами рассказали активисты подмосковных общественных и национальных организаций. Мы обсуждаем абсолютно все вопросы, начиная с оформления миграционных документов, оформления паспорта российского. Очень актуален был семинар в Дубне, где очень много вопросов задавалось о добровольном медицинском страховании для эмигрантов, о чем говорил сегодня Евгений. Председатель комиссии по межнациональным отношениям Общественной палаты Люберецкого района и генеральный директор телеканала ЛРТ Екатерина Дегтярева представила фильм о работе местных СМИ в деле освещения темы межнациональных отношений. Мы сделали фактически за 2016 год только 130, свыше 130 программ. Это примерно 12% от уникальных новостей телеканала за 365 дней в году. Практику проведения таких обучающих семинаров в правительстве Московской области планируют расширить. Для повышения эффективности реализации государственной национальной программы разработана целая стратегия. Большое внимание там будет уделяться работе с детьми эмигрантов. И наша с вами государственная теперь уже задача общая сделать все от нас зависящее, реализовать все лучшие практики взять на вооружение и реализовать набор мероприятий и действий и сформировать такое отношение и у нас прежде всего к тому процессу, который происходит и сделать так, чтобы эти дети, которые растут на российской земле стали полноценными гражданами России, которые любят свою страну, свою новую родину. Впереди у рабочей группы плотный график лекций, мастер-классов, конференций и других мероприятий. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.